привет ну воистину можно сказать я же вас предупреждал и кто оказался прав вы наверно обратили внимание что я по поводу реформы 10 10 10 сделал видео еще и статью написал так что называется всех сторон вас обложил даже предложил вам проголосовать все предложил все 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 и результат можно было ожидать посмотрите я вам вроде бы на пальцах объяснил что если это сделать мы убьем экономику украины в черт убьем просто вот пенсии нет зарплат нет сумасшедшая инфляция гиперинфляции такая выше всем нет давать ребят ну поймите вот я вру будет плохо ужасно плохо показывает цифры факт не 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 так и смешные лет на памяти во первых я так понимаю что эти ребята которые придумают 10 10 10 ну вот как крифан мой там еда валашов 5 10 то же самое красиво цифра вообще что правильно поняли когда действительно делают настоящую налоговую форму там чаще всего ну цифра немножко скрученная почему же расчеты просто когда вы делаете расчеты реальные то у вас никогда не получается так ровно нет я сразу говорю что там там 11 на 15 30 и так ну а что все это красиво нет но это если так то это глупо я все-таки вычитал все их не то специально зашел посмотрел да они просто шутят ну я сейчас немножко объясню смотрите там 10 таблички посчитанные это не посчитали что не ну абсолютно ранее что если это сделать дырка в госбюджете украины будет да 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 ну давайте в долларах 35 миллиардов долларов миллиард а теперь знаете как помните задумки теперь наберите все дыхание сейчас сейчас я вам скажу самое главное как планирует эту дырку закрыть ну вот дырнел они признают да ну вот проблема ну то есть она будет дополнительно сумма финансирования госбюджета украины 35 миллиардов иначе армия умирает пенсии не платят учителям не платят получаем все как гениально обратиться к международным финансовым установам чтобы они нам предоставили даже не кредит а грант на 35 миллиардов шутка вы помните даже сейчас вы время это время слышите там 400 миллионов дали 300 общая 9 дали 1 и так дальше то это будет и по большому счету такие разговоры такое финансирование время это время будет происходить а что просто так 35 миллиардов далее ну по первых независимую по зачем мы же форму делать ребята формаша абсурдная бредовая глупая бессмысленная выреку смеете что ну потому что там ну мы снижаем налоги хорошо дал прощенцы убираем хорошо хорошо уговорили а дальше но опять же смотрите я много раз показывал конечно уже не помните смотри есть такой показатель называется объем реализованной продукции товар и услуг по всей экономике то есть другими словами тут и крупный бизнес и малый и среднего прощенцы тоже да это показатель считает медленно спорить не буду опять же говорить только белый бизнес не спорят серый не видно но цифра довольно большая вот если брать те времена когда не было войны то и скажем даже коронавируса ну 6 триллионов до ну шесть триллионов 10 процентов ребята 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 стоп 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 это двойной счет даже тройной так нельзя просто поймите кто серьезно не собирается но вы сами понимаете где делать а поговорить да тут еще один нюанс который вы конечно понимаете украина планирует вступить евросоюз в этом случае законодательство украины в том числе налоговое должно соответствовать европейскому ничего общего с этой фантазии 10 10 10 она не имеет абсолютно ничего до упрощенцев действительно ликвидировать надо ну потому что нет евросоюза упрощенцев может быть действительно эта идея возникает что то не предлагает как вот предлагает дискуссию ликвидирует упрощенцев а потом соответственно делать такие налоги как фирм может быть аж идейку эту возможно для это специально и в европе счет налоги очень высокий ужасно вы знаете то что вы сейчас даже платить копейки там высокий налоги зарплаты колоссальный высокий с бизнеса очень вас ну не говоря уже ндс так дальше для чего считается так что высокий налоги высокая зарплата самая высокая зарплата самая высокая цена в Норвегии довольно высокие налоги высокие цены ну к примеру давайте так португалия испанию там налоги пониже цены ниже франция выше значит налоги в Германии выше больше цены ниже налоги ниже в Германии выше то есть тут довольно все просто есть прямая зависимость хотите чтобы у вас была высокая зарплата должны быть высокие налоги все раз я понимаю где справедливости нигде не бывает просто действительно если высокие налоги соответственно высокая зарплата налоги маленькие зарплата маленькая так она работает ну и плюс ко всему поймите ситуация действительно если взять развитые страны то и сша европа ну хотите японии японии тоже довольно высокие в китай если вам прилижет там налоги очень высокие и тут получается ситуация вы хотите чтобы экономика развивалась чтобы все мы должны быть высокие налоги да да народ недоволен я я не спорю вот то что недоволен это святое это святое потому что понимаете как обидно вот тому же немцу он получает большую зарплату больше половины отдает обидно а вы получили а левочка мало больше я поймите правильно на сегодняшний момент существующая система налогообложения которая была до войны она более-менее нормально и можно откорректировать например увеличить там индекс или оставить там акцизы да это все можно там еще в этой реформе конечно прописано бредятина давайте экологический налог поднимем чушь собачий полный экологический налог вообще ни в одной стране мира не является источником наполнения госбюджета опять же насчет налога рент на природных ресурсов я обговорил ну мы ж не россия нет если у нас действительно были большие запасы или большая добыча нефтегаза вот смотрите опять же давайте не россии ну объем арабские эмираты да за счет рент и природных ресурсов ну я брунею можно сказать то же самое от в индии я не работает на так так сколько китай тоже хотя вы наверно даже удивите что это довольно много добывает поле скопаемых очень ужасно но основной источник наполнения госбюджета ндс они ренту поддержать на как ни странно пометия всегда наибольши доход приносит налог с продаж немеет ндс налог с продаж сути не меняет и по этой причине действительно основе любой экономики лежит этот налог да действительно некоторых странах он побольше некоторых поменьше и в рамках этой ситуации действительно можно играть подыгрывать разыгрывать так дальше вот так принципе такая ситуация так что если кто-то думает что действительно можно что так и сделать реформу потрандеть можно реформу делать вообще по большому счету я много раз говорил и буду еще раз посмотреть самая лучшая реформа самая лучшая налоговая реформа если бы ее сделали вот это был бы экономический счет но не сделать за раз это когда вот вернуться к старой системе ликвидировать упрощенцев однозначно знаете упрощенцы это ну как бы поймите правильно их создал от 90-х шальное время появляется упрощенцы да это то же самое как вот киосочки мафы да на том этапе это был плюс но ребята но время же прошло время прошло знаете то же самое как вот сейчас бы кто-то говорит давайте вернемся к дисковым телефонам помните таки да то же самое утискать но то же самое мафы упрощенцы это 90-е года дисковые телефоны тоже там поменялось все поменялось все по этой причине упрощенцев надо ликвидировать все не они тоже ликвидировать хоть на луках все кассовый аппарат и все все не пожалуйста кто выживет с кассовым аппаратом выработает проблем нет но если бачок в сторону нафиг она на мафу не будет это ну поймите ну опять же я конечно все понимаю но ребята давайте же двигаться вперед и назад ну потому что но двое в европе видели мафы и види варшаве это варшаве было вот этих киосков маф ужас сейчас нот вы сейчас можете быть и всю варшаву ну нет нет этих ну вот как вот в киеве эти мафы тем более что понимаете борются борются не как порой да и потому что упрощенка есть ликвидируйте упрощенку мафу мгновенно исчезнут и даже закрывать не надо они сами исчезнут исчезнут вот тут проблема не в том что а давайте мы сейчас эти киоски нет ребята проблема что же не в том просто через киоско контрабанду продавать фальсификат можно упрощенцы а если вы их поставите в равных условиях все теряется смысл киоско не поняли ребята мини как он ничего не доходит тут же логика довольно простая так что да хотите чтоб было действительно и форма оставляйте новую систему упрощать убираете упрощенцев и течение лучше всего двадцати лет не менять вот какая она есть так и есть не меняет не ночь не расчеты не сдача анализов хотел сказать не сдача ничего не менять вот не со всеми проблемами со всеми недостаток все оставлять бизнес вам ножки целовать будет почему ну потому что нормальный бизнесмен всегда его что мучает вот эти все бесконечные изменения если вы сделаете стабильно налогово законодательство бизнес кости господи потому что понимаете ну все проблемы вы не решаете это ты просто подстраивайся все но если законодательство не меняется годами то вам ну грубо говоря шикарно работать замечательно опять же возвращаем швейцарь чем славится швейцарь там налоги громадный ну хоть действительно не меняется там систему вообще там системы сделано очень интересно там поменять что-то очень сложно и даже если что-то меняется то сама процедура занимает несколько лет и имеется даже не повышать какие-то процедуры тоже сам пример германии тогда там тоже сша тоже пойти вот почему в некоторых надо вот 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 потому что если в стране налог и законодательство нормативка сложно меняется очень медленно это для бизнеса это идеально просто я ну это для всех идеально но первых вы понимаете что будет через год через два вторых вы знаете как обходить все эти запятые виза вот этих вас уже как бы налажен про бизнес-процесс и вы спокойно работать а вот когда она постоянно сюда поменялись потому что любые изменения всегда ведут к тому что у вас дополнительные расходы в головная боли и проблемы убытки и так дальше так что сама лучшая реформа ничего не получится у нас у нас вы будете смеяться будет свет облить не будете когда принимали налоговый кодекс при азарове тогда обращаю ваше внимание обращаю ваше внимание депутаты принимая налоговый кодекс это 2011 вот по моему на 11 законе прописали что налоговый кодекс не будет носиться изменений в ближайшие пять лет было прописано было через три месяца начали улучшительная причина там было но если сласть и пошел все хорошо но мы там не доучли один нюанс надо и потом как пошло вообще если вы в курсе но я понимаю что вы никогда конечно не обращали внимание но вот если когда-то вы базу заходили вот именно вот в лига база так дальше вот налоговый и отберете налоговый кодекс и там вверху написано изменение так вот если посмотреть вас глаза это сколько же было изменений но если вы посмотрите старые у нас же почему и налоговый кодекс принимали он не говорит что ребят там уже столько изменений и одно другому противоречит и когда принимаем на руках грышу мы сейчас прыгнем менять не будем носить не хватит и сейчас на сегодняшний момент вот кто занимается аудитом баскому что-то не знает ну зла не хватает то есть они носят изменения на пункт противоречит другому и в любом случае все равно ты влетаешь штрафы делаешь правильный штраф неправильный тоже штраф потому что они же когда вносили все что не учли хоп-хоп и это есть вот проблема а не ставки но для толпы а сейчас снизит налоги будет керамическое чудо будет но не сейчас а потом когда пройдет немножко времени меньше будет чудиков или больше будет чудиков но пока что на сегодняшний момент можем только потрандеть и пофантазировать а забавный все-таки нас ребят да когда действительно надо делать правильно вам предлагают поговорить что тоже логично с точки зрения психологии идеаль чем глупее идея чем тупее пиар тем больше благосклонно относятся кто да народ потому что из старой из речения на очень умные не стоит метать бисер перед свиньями не стоит народу действительно нормально делать реформы они это не ценят отметать бисер может